Привет всем! Несколько недель назад я впервые за очень долгое время поучаствовала в конференции, совместной конференции эндологов и религиоведов университета Тахоку, кстати сказать, моя любимая вообще конференция, с докладом, своим первым докладом по поводу ковида. И мне кажется, мой доклад получился очень даже неплохим, я хочу рассказать вкратце о чем он был. Предыстория. Дело в том, что я очень-очень интересуюсь всеми исследованиями, которые сейчас ведутся по поводу положения религиозных общин во время пандемии. Это дико интересная тема. К сожалению, исследований по понятным причинам сейчас происходит очень мало. Все сидят по домам, по-прежнему еще не являются настолько мобильными, тем не менее, то, что выходит, оно очень даже неплохо. Вот один ролик я даже переводила, это статью я переводила, делала ролик по поводу статьи, это статья Левая Маклафлина, очень интересная, дам ссылочку. Дам ссылочку еще на одну очень интересную статью, на ту же тему, примерно теми же средствами сделанную. Но, на мой взгляд, есть одна очень большая проблема, которая пока не выправилась, и я даже не знаю, как выправиться. Дело в том, что вообще в объектив и СМИ, и исследователей попадают две категории религиозных деятелей, и религиозных общин. Первое – это такие совсем даты на бушку, которые заявляют, что ковида не существует, призывают снимать маски, ходить в храм, в церковь. В результате получают вспышку болезней у себя в общине, лишаются значительной части прихожан. Это одни. Их очень любят тоже освещать в СМИ, о них пишут что-то постоянно. Да, они популярны. Вторая категория, более приятная лично мне, это такие лапочки и котики, которые и зум-трансляцию наладили, и ютуб-канал себе сделали, и даже какую-то волонтерскую деятельность умудряются вести. И про них, конечно, тоже очень приятно читать, и исследователи их тоже очень любят, и СМИ их любят. Проблема в том, что и те, и другие – это очень малая часть. Подавляющее большинство религиозных деятелей в эти категории вообще никак не входят. Это люди, которые либо занимаются тем же самым, чем они занимались, просто в меньшем объеме, потому что они раньше не очень многим занимались, или те, кто вынуждены были прекратить значительную часть своей деятельности, и просто сидят и ничего не делают. И вот эти как раз освещаются куда меньше. Почему я считаю, что их надо освещать? Потому что на самом деле нельзя сказать, что в их жизни действительно ничего не происходит. В их жизни многое происходит. Они волнуются, нервничают, они пробуют это, пробуют то. У них ничего не получается. То есть что-то там происходит, но они не будут общаться с незнакомыми исследователями, тем более в формате беседы через имейл или по телефону. Потому что, ну что ты можешь ответить на вопрос, что у вас происходит во время эпидемии? А ничего не происходит. И вот чтобы выяснить в деталях, что это за ничего у них происходит, нужна нормальная беседа с глазу на глаз, желательно на протяжении долгих часов, может даже под бутылочку чего-нибудь горячительного. Ну или, по крайней мере, нужно создать доверие. И как ты это доверие создашь, если ты не можешь с человеком встретиться? Так вот, мне повезло. У меня есть человек, с которым я могу общаться, это моя наставница. И достаточно, ну, получить от нее достаточно подробный отчет, что происходит сейчас в нашем храме. И вот на этот счет я и сделала, ну, взяла этот пример в качестве такого базиса. И на фоне его поразмышляла насчет того, как так получается. Итак, что мы имеем в храме, к которому я, собственно, принадлежу? Есть мероприятие очень-очень популярное, которое сводится к тому, что люди собираются в храме на целый день. Сначала пишут сутры, потом вместе обедают, потом вырезают статуи бодхисаттвы джизо, ну, маленькие статуэтки. Все это время люди свободно общаются друг с другом, обсуждают все, что им вообще интересует по жизни. Такое, ну, в домашней атмосфере все это проходит. свободно и в домашней атмосфере. И, понятное дело, когда к нам пришел ковид, все это прекратилось практически сразу. Даже еще многие храмы оперировали в нормальном, ну, скажем так, более-менее нормальном режиме, а мы уже полностью закрылись. Но нельзя сказать, что в храме вообще ничего не происходит. Например, удалось даже провести фестиваль с концертом. Ну, это было на открытом воздухе. Людей удалось рассадить так, чтобы они между собой не контактировали. Это нормально. Опять же, во время праздника Сацубуна, который обычно включает в себя очень веселое разбрасывание всяких там бобов и всяких сладостей, игрушек детям и так далее, в этот раз этого, понятное дело, не было. Но, по крайней мере, храм был открыт, и люди приходили помолиться. То есть нельзя сказать, что не происходит вообще ничего. Но, тем не менее, вот это самое-самое популярное мероприятие, оно как закрылось, так и по-прежнему никаких подвижек в сторону того, чтобы его опять возобновить. Почему это происходит? Ну, начнем с того, что идея о том, чтобы, например, перенести его в онлайн-формат хоть в какой-то степени, она была. Но подавляющее большинство участников – это пожилые люди. Они не очень хорошо представляют себе, как вообще обращаться с компьютером, с зумом и так далее. Это раз. Во-вторых, а смысл, атмосфера теряется? Что мы можем делать в таком формате? Когда это мероприятие, оно все про свободное общение, про то, что ты можешь подойти, похлопать по плечу, вместе сесть, буквально к человеку взять у него статую, показать, как вырезать и так далее. То есть это и на физическом контакте тоже во многом завязано. В общем, не получается. Опять же, начать проводить его сейчас, когда вроде как многие ограничения снимаются, страшно. Опять же, это пожилые люди, которые как раз являются самыми главными жертвами ковида. И если мы их соберем все вместе, где гарантия, что они не будут друг с другом общаться слишком близко, будут соблюдать дистанцию, их очень трудно контролировать. В общем, ничего не получается. И почему я считаю, что подобные примеры их важно рассматривать подробно. Потому что это не люди, которые вообще ничего не хотят делать. Наоборот, страдают люди, которые активные, у которых было налажено интересное мероприятие. Мероприятие, ну скажем так, формат подобных мероприятий, которые предполагают свободное общение, домашнюю атмосферу, очень многие храмы хотят себе такие мероприятия. Это просто, ну, что называется, если у тебя есть такое мероприятие, если ты смог его наладить, то все, супер, ты классный. Раньше считали так. А сейчас, возможно, все изменится, потому что именно те, у кого были подобные мероприятия, у кого на этом все было построено, сейчас столкнулись с тем, что впервые появилось, ну скажем, некие обстоятельства, которые могут заставить их все прекратить. Раньше считалось, что подобные вещи просто неубиваемы. Ну что, ну будет какое-то большое землетрясение, вы отстроите времянку и будете собираться, и люди будут приходить, потому что им понадобится какая-то отдушина, как-то, не знаю, восстановить жизнь после катастрофы. Что бы ни произошло, вы сможете этим заниматься. Оказалось, нет. Оказалось, что достаточно прийти к какой-то новой болезни, и все, и все это прекращается. То есть, вполне возможно, что вот после вот этого всего придется пересмотреть многим свои взгляды на то, что является идеальным храмовым мероприятием. Вполне возможно, что люди будут уже закладывать возможность того, что в этом храмовом мероприятии будут участвовать через компьютер, может быть, будут даже стараться как-то помогать своим прихожанам осваивать компьютер, потому что, оказывается, от этого действительно зависит в том числе благополучие храма. В общем, на мой взгляд, это очень-очень интересный момент, и поэтому надо смотреть, что там будет происходить в жизнях тех, кто сейчас практически отрезан от своей прежней деятельности. Об этом был мой доклад, по-моему, довольно интересный. Спасибо всем. Пока-пока. Пока-пока.